здравствуйте вы на канале александр 799 на сегодня мы имеем ввиду вот такие четыре кусочек гудиночки они одинаковые тут получается в этих четырех кусочков 4 килограмма дальше мы что делаем сейчас 4 получается 4 столовых ложечки соли на килограмм мяса добавляем соли 4 ложечки вот такие с небольшой горочкой 1 2 3 4 5 6 7 8 я когда добавлю все потом снова покажу вам мы добавили в кастрюльку 16 ложек соли из расчета 4 столовых ложки соли на килограмм грудинки мы вот так вот и размешали запотел размешали и добавили ну сколько 10-12 хорошим черного перца грудинку положим еще 10 хорошим черного перца добавим приправа не надо добавлять потому что дым отбивает запах приправ и вкус приправ мы положили 4 кусочка в рассол у грудинки добавили еще 10 хорошим черного перца теперь берем до уровня верха точнее грудинки доливаем кипяченой воды чтобы у нас рассол покрыли грудинку а чтобы грудиночка сильно кверху не всплывало мы кладем тарелочку днищем кверху хоба и вот так вот и делаем сейчас воздух выходит оттуда и все все грудиночка вот так вот а в воде больше не надо и ждем когда закипает самим на быстро огонь закипает и делаем медленный огонь чтобы еле-еле бурлила в течение 35 минут и так грудинку нас отстоялась в кастрюле ну как я вам говорил 35 минут она готовилась на медленном огне еле-еле булькала потом а но потом точнее я извиняюсь до утра она 10 часов стояла в горячем рассоле из рассола я вытащил утром и проветривал под вентилятором и и получается восемь с половиной часов примерно нам не проветривалась под вентилятором теперь мы ее поместили в холодильник то бишь коптильная камера потом берем вот такую леечку как говорится просто труба 120 аллеечка пошире а пилочки намного удобно насыпать а то иначе опилки попадают на землю а так видите как отходов получается меньше чуть-чуть опилочки на землю падают и все убираем это все ведро опилочки ведро ставим наверх коптильной камеры берем прути код у меня алюминиевый есть вот так я сделаю щипу немножко поплотнее сделать вот щипу поплотнее сделали берем закрываем крышечкой дымогенератор теперь подключаемся в розетку компрессором точнее компрессор подключаем розетку подключил я компрессор в розетку вот он работает компрессор вот мы включаем на всю берем теперь горелочку выхаживаю поджигаем вот поджигаем вот здесь вот если кому интересно устройство дымогенератора пишите в комментариях я вам отвечу обязательно вот дымок у нас пошел мы поддували кран водопровода на 15 шаров и стоит это уменьшать подачу или увеличивать подачу кислорода как понадобится компрессор работает на все у нас вот трубочка контроля выхода лишнего дыма дымок уже потихонечку начинает выходить из трубочки но что-то камера не фокусирует полноценно надеюсь мне это видно дымок потихонечку уже пошел мы только что разожгли вам не знаю дорогие зрители сейчас посмотрим прошла 1 минута 30 секунд вот мне это было сразу видно что из трубки контроля лишнего выхода дыма то видно дымок а вам вот только камера сфокусировала надеюсь вам видно будет это одна минута 30 секунд прошло посмотрим что тут у нас происходит на данный момент о дым есть ну нас засыпал я примерно 2 горсти сюда это получается часов на 6 работ но курсе во всех разные поэтому не могу судить но я уже по своему ко всем знаю что 2 горсти примерно 6 часов работы на данный момент у нас прошло 1 час 20 или 25 минут на 1 час 20 минут прошло с трубки контроля дыма камера наверно не показывает когда мог мне тут видно а камера по моему не фокусирует но виден в экран что дымок выходит лишний здесь вот где резинка не плотная холодильнике который называется коптильный шкаф сейчас посмотрим что происходит у нас спустя 1 час 20 минут о дым после того как копчение будут изъяты из холодильной камеры ну точнее коптильной камеры они сутки проветриваются от излишков дыма потому что если дымок лишний будет продукция будет кисловатенько но типа как горчить ну а так то проветришь сутки и нормально она еще как говорится вкус и цвет набирает продукция на данный момент дымогенератор для коптильных холодного копчения работает но где-то 5 часов 5 минут но будем варить 5 часов давайте посмотрим на ухо на улице темнеет о дым внутри хорошенький счетов 5 часов проработал дымогенератор продолжительного то на улице ничего страшного собачки на улице принципе еще можно что-то сделать а вот уже под навесиком уже темновато у нас грудинка коптилась ровно получается 6 часов до 6 часов коптилась на ночь я оставлял дверь чуть-чуть приоткрытую посмотрите что у нас получилось дверь так открываем придерживаем вот четыре кусочка грудинки вот такие они получились если так вот это ровно 6 часов они коптились и плюс проветривались уже запах резкой запах дыма уже отсутствует как раз самое то можно уже теперь кушать до скорой встречи друзья